Apple провела традиционную осеннюю презентацию, где показала новые часы Apple Watch Series 5, обновленный iPad, пришедший на смену iPad 2018 года и, наконец, iPhone 11. Это главная звезда вечера, практически каждый из вас видел рендеры новых iPhone задолго до их анонса. Но вот чего мало кто ожидал, хотя при этом подобные утечки были, Apple убрала из линейки XR и вместо него представила просто iPhone 11. Это де-факто и есть XR2, но так как старшая линейка получила приставку Pro к названию, младший смартфон оставили просто с индексом 11. Самое важное, что тут надо знать, iPhone 11 мало чем отличается внешне от XR. Тут есть огромная вставка под камеры и новые цвета – зеленый, желтый и пурпурный. Прибавьте к этому еще красный, белый и черный, получится шесть разных цветов. Расцветки стали немного блеклыми и, по крайней мере, на фото и видео выглядят не так эффектно, как прошлогодняя палитра. Внешне же и по габаритам эти устройства одинаковы, даже вес и размеры идентичны, и это несмотря на то, что у iPhone 11 теперь двойная камера. Но если XR внешне не вызывал какого-то негатива, то iPhone 11 выглядит, мягко говоря, странно. При этом iPhone 11 Pro выглядит очень похоже, но сам квадратный выступ там обыгран немного по-другому, из-за чего смотрится он гораздо аккуратнее. В остальном же смартфоны идентичны, даже экран остался такой же – IPS-матрица с HD-разрешением. Apple немного прокачала звук, но все же именно камера стала главной скрипкой на презентации. Понятно, что Apple в очередной раз улучшила железо, тут теперь чипы A13 Bionic, немного улучшили корпус, теперь он защищен по стандарту IP68 и меньше боится падений, ну и по мелочам еще немного всего. Но главный акцент сделан все же на камере. Теперь их две – основная на 12 Мп с диафрагмой f1.8, и вторая камера – это ультраширокий модуль со 120-градусным охватом и светосилой f2.4. То есть к одной 12-мегапиксельной камере в 10R добавили второй широкоугольный модуль. Заметьте, не зум, а ширик. Как вы понимаете, это дает определенный простор – переключение происходит привычным нажатием на иконку в нижней части экрана, либо при помощи круглого слайдера, который вызывается зажатием той же иконки. Apple показала и несколько новых софтферных фишек, и даже рассказала про отдельный сопроцессор для обработки и склейки фото. Продвинутый Smart HDR и новый ночной режим. Работает он только в автоматическом режиме, то есть активируется, когда система понимает, что света недостаточно для качественной фотографии. Apple еще немного прокачала портреты, алгоритмы научились убирать лишнее, добавлять детали и склеивать сразу несколько кадров с разной экспозицией. Кроме того, в портретном режиме теперь можно фотографировать не только людей, а вообще все, что угодно. В общем, если верить компании, то камера iPhone 11 – неплохой конкурент для грядущего Pixel 4. Хотя это не точно. В очередной раз улучшили запись видео, но как мы знаем, iPhone и без того отлично работает в этом компоненте. Однако Apple уверяет, что стабилизация стала лучше, картинка круче, и вообще посмотрите, что смартфон умеет. Впечатляет, конечно, но это ведь съемки, которые делал большой продакшн с целой командой. Тем не менее, для любителей мобильного видео возможности точно возросли, как минимум из-за второго объектива. Улучшили в iPhone 11 и фронтальную камеру, теперь она тоже 12-мегапиксельная, умеет писать видео в 4К 60 кадров в секунду и научилась делать слоу-мо. Apple даже придумала название для замедленных видеосебяшек – Слоуфи. В общем, примерно так теперь выглядят возможности камеры iPhone 11. Разумеется, все это еще надо проверять в обзоре. Можно, конечно, сказать пару слов про возросшую мощность процессора A13 Bionic, который вместе с тем обеспечивает лучшую энергоэффективность, позволяя iPhone 11 работать на 1 час дольше. Но все это слова, которые надо проверять. Глобально смартфон выглядит так, что владельцам XR не о чем особо переживать. Да, обновили, да, появилась вторая камера, и все. iPhone XR по-прежнему быстрый, неплохо держит заряд, и, кстати, стоит теперь всего 600 долларов. В общем, если у вас XR, то не торопитесь обновляться. А если вы как раз планировали обновиться со старого iPhone 6 или iPhone 7, то у вас теперь богатый выбор. iPhone 8 от 450 долларов, XR от 600 долларов или iPhone 11 от 700. Разумеется, в России цены будут несколько иными. iPhone 11 от 60 тысяч рублей, а XR от 50 тысяч. И это немало, но посмотрите, сколько стоит новый iPhone 11 Pro, и вы поймете, что это вполне гуманный ценник. Про iPhone 11 Pro смотрите отдельное видео на нашем канале, ну и напишите, как вам дизайн нового iPhone 11, и вообще, как вам новинки Apple. Это The Rock. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok